Всем привет, всем здрасте! Мы сегодня сравним два телефона Asus Zenfone Max Pro M2 и Xiaomi Mi 9 SE Хотя эти два телефона в разных категориях, можно так сказать У Asus это средний бюджетник, у компании Xiaomi это предфлагман Но в ценовой категории Asus всего лишь на 2000 дешевле от Xiaomi Mi 9 SE Поэтому я считаю, что это два отличных конкурента Итак, мы идем по старой схеме Вначале у нас комплектация одного и второго телефона Asus Zenfone Max Pro M2 Первое, ну соответственно сам смартфон, кабель USB, microUSB, адаптер, скрепка и мануальчик Xiaomi Mi 9 SE смартфон, кабель, microUSB, USB Type-C, адаптер, скрепка, мануал и чехол Здесь совсем небольшой, но плюс, достается Mi 9 SE Потому что бесплатный чехол есть в подарок, это всегда приятно А второй момент, это время работы батареи Я установил таймер на 45 минут и оба телефона заряжены на 100% Яркость выкручена на максимальную И мы будем прогонять его в разных тестах Допустим, Antutu, смотреть YouTube Все на максимальной яркости Тестировать и посмотрим, насколько сядут эти два телефона за 45 минут А пока мы переходим к следующему сравнению Это железо одного и второго телефона Asus Zenfone Max Pro M2 660 Snapdragon Видеоускоритель Adreno 512 И 4 гигабайта памяти LPDDR4X Xiaomi Mi 9 SE 712 Snapdragon Конечно он гораздо новее Видеоускоритель Adreno 616 И 6 гигабайт оперативной памяти Понятно, что Asus здесь стягаться не может У него в Antutu около 130 тысяч баллов А у Mi 9 SE около 178 тысяч баллов в Antutu И здесь, конечно, однозначный плюс Достается Mi 9 SE Четвертый показатель Это экраны В первом случае у нас экран 6,3 дюйма И это IPS матрица Во втором случае это 5,97 дюймов И это Super AMOLED Конечно, это две абсолютно разные матрицы Super AMOLED в каком-то плане имеет преимущество Но если вы, конечно, нацелены смотреть очень много видео Играть на телефоне То все-таки IPS имеет преимущество Но если мы сейчас говорим конкретно о качестве О качестве изображения, да, картинки и всего остального То мы увидим, что Super AMOLED на Mi 9 SE, конечно, гораздо-гораздо лучше Да, у Super AMOLED есть шим Но на максимальной яркости этого шима вообще почти что не чувствуется Обратите внимание, да, есть немного мерцания здесь Если вы смотрите на минимальных значениях, то шим, конечно, появляется У IPS этой проблемы вообще нет Пятый параметр — это звук Мы берем один трек и проверяем звук в одном и в другом случае По качеству звучания Asus никогда не был на хороших позициях То есть они стремятся к этому Видно, что они улучшают Да, по сравнению с M1, да, звук гораздо лучше стал Динамики более стали прокаченные Но все-таки этого недостаточно Вообще, у Xiaomi Mi 9 SE один из самых, наверное, лучших динамиков за свою цену То, конечно, Mi 9 SE гораздо круче звучит У него более жирный такой звук Есть намеки на басы Ну и вообще, в целом, чистый, более такой прозрачный, хороший звук И здесь тоже плюс достается Mi 9 SE Друзья, пока мы продолжаем Обязательно ставьте лайк Все в отпусках, все отдыхают Сейчас зрителей мало на YouTube Поэтому, друзья, давайте мощнейший такой лайк поставим Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали Делайте репост этого видео в любых соцсетях В мессенджерах, где хотите И пишите любой комментарий, что вы думаете по поводу двух этих телефонов Всем отличного настроения А мы продолжаем Следующий показатель Это сканер отпечатков пальцев И скорость его срабатывания У вас у Zenfone Max Pro M2 проверенный сканер отпечатков пальцев Уже давным-давно Очень он хорошо срабатывает Может быть, он чуть-чуть медленнее, чем Redmi Note 7 Но если его сравнивать с Xiaomi Mi 9 SE То плюс-минус они имеют одинаковую скорость Хотя у Mi 9 SE сканеры отпечатков пальцев встроены прямо в экран И здесь есть определенные трудности То есть, это новая технология Она еще не совсем разработанная Может быть, сырая Но все-таки Mi 9 SE неплохо справляется Если его сравнивать с Asus Следующий показатель Это дизайн Как я всегда говорю Дизайн это индивидуальный момент Кому-то нравится черный цвет Кому-то белый Кому-то синий Кому-то зеленый Кому-то нравится одна форма Другому другая Кому-то угловатая Кому-то более сглаженные формы Но в целом Я могу высказать только свое мнение Что я думаю по этому поводу И тот, и тот телефон В принципе, достойный Выглядит очень даже неплохо Но если брать непосредственно дизайн То Mi 9 SE, конечно Это совсем другой уровень Здесь более тонкие рамки Сами углы Элементы дизайна Более изящные Задняя крышка сделана из стекла А у Asus из пластика Поэтому здесь Он смотрится, конечно Гораздо богаче Гораздо интереснее И преимущество здесь У Xiaomi Mi 9 SE И так вы пока видите Что Mi 9 SE Ну, просто уделывает Asus В одну калитку Следующий показатель Это модули связи LTE есть И в одном, и в другом случае Работают без проблем И один, и второй Wi-Fi у Asus На 2,4 Гц А у Mi 9 SE На 5 Гц NFC есть И в одном, и в другом случае Работают с коробки Очень даже неплохо Здесь совсем Небольшое преимущество Но на стороне Mi 9 SE Потому что у него Есть выбор диапазона Либо 2,4 Либо 5 Гц У Asus Такого выбора нет И так здесь опять Галочка достается Mi 9 SE Девятый момент Это порты У Asus Zen4 Max Pro M2 Micro USB Также зарядка 5 Вольт 2 Ампера И тройной Сим-лоток Куда можно установить 2 наносимки Плюс microSD Mi 9 SE Порт уже новый USB Type-C Зарядка Quick Charge 3.0 Сразу же идет в комплекте И двойной Сим-лоток Куда нельзя установить MicroSD Только 2 наносимки Но здесь все-таки По набору Мне кажется Выигрывает опять Mi 9 SE Потому что Новый порт USB Type-C И зарядка Quick Charge 3.0 Сразу же в комплекте Поэтому здесь тоже Достается очередной Плюс Mi 9 SE Десятый момент Это фото возможности Обоих телефонов Давайте посмотрим Примеры фото Берем тестер для линз Увеличиваем Слева у нас Asus Справа у нас Mi 9 SE Если мы очень сильно Увеличим Две эти фотографии То обратите внимание У Mi 9 SE Четвертый ряд Очень хорошо виден Ну и здесь почему-то Пятый ряд замылился Хотя в целом Его видно У Asus Вообще здесь Сплошное мыло Получается И обратите внимание Здесь все замылено А на Xiaomi Даже пятый ряд виден Если проследить дальше В этом случае Тоже пятый ряд виден Здесь четвертый Даже замыливается Если мы пойдем К краю линзы Проверим Само качество линзы И видно Что у Asus В принципе ситуация Точно такая же Но чуть хуже Стало изображение У Xiaomi тоже Ухудшилось изображение Но в целом Четвертый ряд виден Это нормальная ситуация То есть в плане детализации Конечно Xiaomi Mi 9 SE Здесь гораздо круче Далее Обратим внимание На цветокоррекцию Asus Вот таким образом Передает цвета Xiaomi Mi 9 SE Вот таким образом Кстати Как и Redmi Note 7 Да Он почему-то с фокусом Здесь промокнулся Не знаю Почему-то у Redmi Такая непонятная ситуация Происходит Но по цветопередаче Я бы сказал Что это почти Что два Одинаковых смартфона Потому что с Redmi Note 7 Там действительно Была большая разница А далее опять Цветопередача Да Давайте посмотрим В принципе Цветопередача По сути Почти что одинаковая Да Хорошие такие Отличные цвета Но вот Обратим внимание На этот момент Да Здесь такая трещинка Или еще что-то На Mi 9 SE Да Смотрите Насколько она четкая Как ее хорошо видно Но у Asus Здесь просто все завалится То есть в плане детализации Конечно Mi 9 SE Гораздо круче Фотографии сделаны В полной темноте А здесь у Asus Немножко есть детали Что-то видно Но у Mi 9 SE Гораздо лучше картинка В целом Да И больше деталей видно То есть в ночном режиме Он будет снимать Гораздо лучше Ну и здесь Однозначный плюс Достается Mi 9 SE Одиннадцатый момент Это видео возможности Этих двух телефонов Давайте посмотрим Примеры видео Проверяем Asus Asus Zenfone Max Pro M2 В Full G качестве Мы записываем Звук непосредственно Пишем тоже на сам телефон Обратите внимание На стабилизацию У Asus С этим были проблемы Да Стабилизации вообще не было Но сейчас Прошивочки регулярно На M2 приходят Стабильненько Вот я скачал сегодня Только последнюю прошивку И обратите внимание На стабилизацию То есть сейчас потрясаю Да Ее сюда добавили Здесь ее не было Я помню Я это тестировал И это классно Сейчас пишем Непосредственно На Mi 9 SE Тоже В Full GD качестве Стабилизация Включена Звук тоже пишем Непосредственно Камеру Обратите внимание На стабилизацию Тоже немножко Подрагиваем рукой И смотрите Как она снимает И сейчас я записываю Непосредственно На рыбий глаз Тоже самый широкий угол Обратите внимание Ну прикольно Что есть такая опция Такой доступ И это реально Очень-очень классно Да То есть вы можете Снимать Как на GoPro Допустим Здесь тоже Плюс достается Mi 9 SE Это более детализированная Более стабилизированная Картинка получается Ну и конечно Качество видео Здесь однозначно лучше Двенадцатый момент Фронтальная камера Слева Asus Справа Mi 9 SE Если говорить в целом По картинке Да То смотрите Asus оставляет Белые пятна Такие У Xiaomi Mi 9 SE Более насыщенная Более четкая Такая картинка И почему-то на Mi 9 SE Я такой более эмоциональный На Asus Я вот такой Немножко скучноватый Да Увеличиваем Ну и обратите внимание Вот здесь на детали То есть у Asus Здесь детали вообще пропадают У Mi 9 SE В этом проблем Вообще нет Ну если говорить в целом То конечно Mi 9 SE Это более такая Премиальная фронтальная камера Она справляется Очень даже неплохо Но если вот говорить Как бы сдалека Да Смотреть на две эти фотографии Ну плюс-минус Еще как-то Может посоревноваться Но в целом Mi 9 SE Конечно круче И здесь друзья Ну что поделать Опять Xiaomi Mi 9 SE выигрывает Эргономика Очень важный момент Как телефон лежит в руке Как удобно им пользоваться Легко ли пользоваться Сканером отпечатков пальцев Легко ли дотягиваться до иконок Все это очень влияет На выбор того или иного телефона Asus Zenfone Max Pro M2 Достаточно большой телефон То есть Если вы большой человек То этот телефон для вас Но мне лично Если сравнивать С Xiaomi Mi 9 SE Конечно не так удобно Им пользоваться Потому что до иконок Иногда дотянуться нельзя У Mi 9 SE Здесь большие преимущества Это компактный телефон С минимальными рамками Очень удобно пользоваться Сканером отпечатков пальцев Который встроен в экран То есть большим пальцем Сразу же его можно разблокировать Ну и до иконок Дотягиваться очень удобно Очень удобно пользоваться жестами Потому что палец мой Дотягивается до крайней левой иконки Вообще без проблем Плюс достается Xiaomi Mi 9 SE И 14 показатель Последний Один из самых главных Он выделен красным цветом Это цена Цена Asus Zenfone Max Pro M2 У официального дилера Около 18 тысяч рублей Версия на 4,64 Это около 270 долларов Xiaomi Mi 9 SE У официального дилера Та же самая комплектация Только 6,64 Около 27 тысяч рублей Это приблизительно 390 долларов На Алиэкспрессе Вы можете урвать его Где-то за 20 То есть в районе 300 долларов Здесь конечно Однозначный плюс Достается Asus В плане цены Ну и вот подошло Наше время Чтобы оценить Работу батареи Или время работы батареи А Xiaomi Mi 9 SE Был заряжен на 100% За 45 минут Он сел на 14% То есть осталось 86% Asus Zenfone Max Pro M2 Также был заряжен на 100% В 45 минут И сел на 12% То есть осталось у него 88% Если дальше тестировать Два этих телефона То ситуация будет точно такая же То есть у Asus Будет оставаться больше заряда батареи Mi 9 SE Будет в этом плане терять Asus я мог растягивать На 3 дня Да При некоторых условиях Xiaomi Mi 9 SE Я мог растягивать Только на 2 дня Поэтому здесь действительно Достается очередной плюс Asus Zenfone Max Pro M2 Итак давайте подведем итоги Asus Zenfone Max Pro M2 3 плюса У Xiaomi Mi 9 SE 12 плюсов В различных категориях Конечно Друзья вы скажете Но это совсем два разных телефона И вы будете правы Это так и есть Xiaomi Mi 9 SE Это предфлагманский телефон Но почему я их все таки сравнил Mi 9 SE Если вы берете Не у официального дилера А именно на Алиэкспрессе То он всего лишь На 2 тысячи дороже Asus Zenfone Max Pro M2 Asus Zenfone Max Pro M2 В своей ценовой категории Мне кажется Тоже один из самых лучших телефонов И когда я сравнивал его С Redmi Note 7 То там действительно Бой был Плюс-минус равный Все-таки там Redmi выиграл Но честно друзья Подводя итоги Я хочу сказать Что Asus И Redmi Note 7 Это два таких Одинаковых Можно сказать Телефона Для выбора Единственное что у вас Немножко дороже сейчас стоит Чем Redmi Также не забывайте Подписываться на Телеграм-канал Там ссылки кстати На телефоны На Mi 9 SE С различными купонами Скидками и так далее Поэтому не забывайте об этом Ссылочка друзья В описании Субтитры сделал DimaTorzok